Приветствую всех на канале Постметро. У микрофона, как всегда, Евгений Матусов. Когда я проводил свой последний стрим, многие зрители интересовались моим мнением по поводу объединения возможного Москвы и области, на который я намекал, что это, в принципе, было бы желательно. И сегодня, по просьбам тех же зрителей, я решил подробнее рассказать о моей идее. Дело в том, что у меня идея не просто сделать единый регион, например, просто присоединив Московскую область к Москве, а сделать что-то более разумное, потому что простое присоединение, как мне кажется, ничего не даст. По-прежнему останется Москва центром этой мини-вселенной, и все на работу по-прежнему будут ездить в Москву, а то, может быть, даже еще и больше, а дальние районы вот этого нового региона также не будут развиваться. Поэтому у меня есть немного другая идея, и сейчас я о ней расскажу. Во-первых, давайте посмотрим вот здесь вот на Москву. И, естественно, что после расширения Москвы в Новую Москву возник вопрос, возможно ли еще какое-то более расширение, присоединение просто каких-то кусков или территорий. И большинство сходит во мнении, что это не особо-то нужно, если только не присоединять сразу большой кусок. И чаще всего называют в последнее время кусок до ЦКАД, до центральной кольцевой автомобильной дороги новой, которая настолько новая, что она еще даже здесь вот на Google-картах в программе Google Earth толком не показана. Здесь вот малое кольцо показано на карте, и ЦКАД примерно проходит вдоль него. И, по мнению многих людей, действительно, Москву следует бы расширить до ЦКАД. Ну, давайте теперь посмотрим, что я предлагаю. Вот так вот. Я предлагаю все-таки границы даже немножко больше, чем ЦКАД. А все, что за пределами этой вот странной фигуры, скажем так, передать другим соседним областям для их более динамичного, более успешного развития, чем сейчас. И об этом я сейчас еще подробнее тоже расскажу. Но давайте сначала посмотрим на эти границы, что вошло в Москву, по моему представлению, а что не вошло. Давайте начнем на севере. На севере действительно проходит граница вдоль ЦКАД. Вот даже вырубка под ЦКАД уже здесь показана. Вот здесь вот сверху, да, такой плавной дугой. Ну, а граница в основном идет по границам существующих районов Московской области. И включает еще в себя город Икшу. То есть Икша становится частью нового региона. Давайте назовем наш регион Московия, просто чтобы удобнее было оперировать понятиями. А вот уже все, что севернее Икши по Савеловской дороге, не входит уже больше в Московский регион, Московию. Если смотреть дальше, давайте пойдем, может быть, против часовой стрелки, то следующее у нас это город Солнечногорск. Дальше входит сюда Истра и где-то вот Румянцево, и за Румянцево заканчивается по Рижской дороге. И еще в Москву входит Истринское водохранилище, где многие москвичи любят отдыхать. Ну и дальше граница проходит вот здесь примерно за Кубинкой по Смоленскому направлению. И перед Нарофоминском по Киевскому направлению. Вот здесь вот Нарофоминск уже не входит. Ну, новая Москва, я решил ее, в принципе, оставить в том виде, в котором она есть, уже частью Москвы. Так как люди, скорее всего, не захотят покидать Москву, если мы опять отделим какой-то кусок существующий. Что касается Курской дороги, то здесь границу я провел между Львовской платформой и Столбовой. По Павелецкому направлению вот здесь вот за Белыми Столбами. А по Рязанскому направлению за Воскресенском. Потому что все-таки Воскресенск и Белозерский, Бронница, они как-то тяготеют все-таки больше к Москве. Несмотря на то, что здесь вот это, может быть, самое дальнее расстояние до центра Москвы. Именно по Рязанской дороге. Но, с другой стороны, и дорога здесь железная, по крайней мере, самая быстрая. Значит, на востоке мы видим, что граница проходит до Куровской. То есть Куровская уже не входит. И между Павловским посадом и Дрезной. То есть Павловский посад тоже последний город здесь на направлении на Владимир. Электрогорск еще входит в Москву. И вот здесь вот мы как раз единственное место, где мы еще проходим прямо по существующей границе Московской области. А потом отдаем такие города, даже как Сергий в посад, другим областям. И граница вот здесь по Ярославской дороге проходит между Софрино и Ходьково. Вот примерно так. И теперь давайте посмотрим еще, какие у нас границы за пределами вот этой вот большой Московии. И для этого включим как раз вот эти границы между областями, которые я здесь показал синим. Идея теперь основная какая? Что мы создаем своеобразные свободные экономические зоны, которые возникнут вокруг крупных достаточно городов, которые не попали вот в эту Московию. И в этих свободных экономических зонах будет, например, обнулен налог на прибыль для новых предприятий. И на первое время, может быть, даже для существующих предприятий. Могут быть дополнительные разные налоговые и другие льготы, которые сделают очень привлекательным создание рабочих мест именно в этих городах. В том числе и производств. И в первую очередь, конечно, от этого должна получить что-то Тверская область, которая является, можно сказать, одним из самых депрессивных регионов вокруг Москвы. Если не самый депрессивный. Давайте посмотрим, вот включим наши помеченные здесь зеленоватые так вот свободные зоны и посмотрим, что же досталось Тверской области. Ну, во-первых, это Дубна. Дубна вообще наукоград, Дмитров крупный город, Клин и Волоколамск. Вот у нас основные четыре экономические зоны свободные. Все эти города теперь станут частью Тверской области. Именно там будут развиваться рабочие места и тем самым пополнять бюджет в итоге будет вся та экономическая активность, которая возникнет в этих городах. Здесь, конечно, здесь еще и другие города, которые более маленькие, которые также войдут здесь в состав Тверской области. Ну и, конечно же, в смысле транспорта предстоит, например, соединить Дубну с Конаково и дальше с Тверью. Вот, например, вдоль вот этой просеки, которую здесь хорошо можно видеть, например, так как линия передач, скорее всего, идет, чтобы была, например, прямая связь между Дубной и Тверью с помощью железной дороги. Давайте опять пойдем против часовой стрелки. Вот с этой стороны у нас граница между Тверской областью и Смоленской появится здесь. Здесь она пройдет сначала вдоль Волоколамского шоссе, Волоколамск, как я уже сказал, останется в Тверской области, а вот Руза и другая свободная экономическая зона Можайск останутся уже как раз в Смоленской области, который тоже достаточно депрессивный, тоже дотационный регион. Ну, вообще, в Смоленской области достаточно небольшой кусок достанется от Московской области и в основном кусок малонаселенный. Вот здесь вот одни поля и леса. Здесь как раз на самом западе Московской области. Дальше границы у нас проходят вот достаточно путанно по границам районов здесь вот. И уже вот этот кусок небольшой достается Калужской области. Калужская область достаточно хорошо развита. Там и так много уже производства. Это относительно богатый регион. И поэтому ей достается самый маленький кусок. Это только город Нарафаминск и свободная экономическая зона вокруг него. Ну и вот здесь вот появляется новый кусок границы между Калужской и Тульской областью. А в Тульскую область, которая тоже получит достаточно хороший импульс развития, это сюда переходят города Ступина, Жерелья, Серпухов, а также Чехов даже и Михнёва. Вот это свободные экономические зоны. Здесь также железнодорожные крупные узлы находятся. То есть как раз Тульская область выиграет от такого присоединения вот этих городов. Чуть восточнее у нас Коломна становится частью Рязанской области. Она и так тяготеет к Рязанской области в какой-то степени. И это большое приобретение будет для неё. А также Егорьевск. А вот города такие как Шатура, например, они отходят уже к Владимирской области. Это тоже очень достаточно бедный регион. И поэтому если теперь зона Орехово-Зуева, Ликино-Дулёва, Куровской, если теперь это будет всё во Владимирской области, это тоже вполне даст хороший импульс развития для этой области. Так же как и города Сергиев-Посад, Краснозавод, которые также перейдут Владимирской именно области, а не Ярославской. То есть с Ярославской области от Московской области ничего не достаётся по этим планам. Теперь давайте посмотрим, что же осталось внутри Москвы. И здесь нам надо прочертить ещё одну границу. Я бы так сказал, назвал её экологической границей. То есть мы должны создать такую буферную зону внутри вот этой красной границы, чтобы Москва могла дышать, чтобы там были своего рода зелёные лёгкие, где будет ограничено строительство как производства, так и многоэтажных домов. И вот я показал эту границу зелёным здесь. И вы видите, она такая достаточно изрезанная. И давайте я объясню, почему. Начнём мы опять-таки на севере. Здесь эта граница ближе всего подходит к Московской кольцевой автомобильной дороге. А всё почему? Потому что здесь вот знаменитые эти водохранилища московские, начиная с Клязьминского. И поэтому вот как раз за Мытищами, северней Мытищей, Долгопрудного, здесь будет запрещено любое высотное строительство. Строительство будет ограничено максимум семью этажами, а то и даже ниже будет разрешено, по моим планам. А размещение производств в каких-то, особенно закрязняющих окружающую среду, будет запрещено. Других производств резко ограничено. То есть это будет именно зелёные лёгкие Москвы с севера, с домами отдыха, национальными парками и так далее. И дальше то же самое. В эту зону войдёт всё вокруг Солнечногорска. И сам Солнечногорск, который тоже не будет застраиваться многоэтажками, естественно, вот зона Истры тоже. Город Истра сюда войдёт. Большая часть Истринского района, Истринское водохранилище, где тоже будет как бы своего рода заповедная зона. Звенигород. И вот сюда в сторону Рублёвки тоже здесь зона будет ограничена по строительству, производству и так далее. И сейчас там, в принципе, запрещено что-то такое массивное строить. Ну а дальше идёт это вот такой достаточно широкой полосой вдоль вот этой красной границы. Там и сейчас леса, и в том числе в Новой Москве малонаселённые районы. И так, по моим планам, это должно и остаться. Вот, например, здесь вот за Красной Пахрой, за Троицком проходит вот эта граница. И за ней уже ничего такого большого строить нельзя. Ближе всего эта граница проходит к красной новой границе Московии. Вот здесь вот в районе аэропорта Домодедово. Просто потому, что как раз само Домодедово здесь экономически должно хорошо развиваться и дальше. Ну и вот здесь вот в районе Воскресенска тоже достаточно большая зона. Зелёная в районе Шатуры на востоке. В районе Красноармейска. И вот в итоге мы возвращаемся как раз в вот эту зону водохранилища к северу от Москвы. Ну и теперь внутри зоны между МКАД и зелёной вот этой границей будет активно также развиваться производство. Здесь никаких ограничений на производство нет. А вот ограничения этажности я предлагаю всё-таки ввести, чтобы не было вот этих торчащих посреди лесов многоэтажек ещё больше по 20-30 этажей, которые не имеют никакой нормальной транспортной доступности. И поэтому я предлагаю в этой зоне сделать также ограничения на этажность жилых домов, скажем, до 12 или до 14 этажей. Чтобы просто не строили слишком большие здесь комплексы. Ну, конечно, то, что уже построено, никуда не денется, но хотя бы нового, чтобы ничего такого не строили. А всё-таки как-то либо строили более компактно, но не такой большой этажности, либо вообще немножко распределяли вот по этим разным городкам. И тем самым создавали местные центры развития, такие же, например, как Троицк, но в других уже городах, которые сейчас, может быть, ещё не так хорошо развиты, и которые находятся скорее ближе вот к этой зелёной границе, а не ближе к Москве. Ну и, конечно, чтобы всё это работало, нужна хорошая транспортная связь. Все знают о проекте МЦД, но, например, чтобы вот какие-то города подальше от Москвы, такие как Дедовск, тот же Солнечногорск, или здесь вот Воскресенск, да, чтобы они были хорошо доступны, должны быть также и экспрессы, которые бы ходили регулярно, например, каждый час экспресс в сторону Москвы. А что касается вот этих свободных экономических зон за пределами Москвы, то там должна быть налажена также регулярная каждый час связь экспрессами с областным центром соответствующим, то есть, например, между Коломной и Рязанью. И если прямой связи нету, то её нужно в том или ином виде будет построить, например, связь между Владимиром и Сергием Посадом. Ну и, конечно же, в развитии этой территории большую роль сыграет большая окружная Московская дорога железная, которая в основном используется для перевозки грузов, но на некоторых участках, вот, например, здесь для связи Егорьевска и Орехова-Зуева, и того же Владимира, и Сергиева Посада, как раз нужно использовать БМО, как его называют, более активно и для пассажирских перевозок, чтобы эти все районы внутри уже Владимирской области имели хорошую связанность между собой и активно развивались. Вот такая идея. Многие скептики, конечно, скажут, что люди не захотят из Московской даже области в другой регион быть вот так вот одной ночи на другую переведенными, переведенными, но в нашей стране что только не происходит, как только власти никакие только не принимают решения, я думаю, такая вот административная реформа вполне может состояться. Другие скептики скажут, ну а как же вот эти все московские доплаты, повышенные пенсии и так далее? Ну, во-первых, не обязательно это все вводить сразу. Никто же не говорит, что обязательно, если что-то присоединили, надо создавать там мгновенно одинаковые условия. Вот вспомним воссоединение Западной и Восточной Германии. Так до сих пор некоторые виды выплат или пенсии и так далее на Востоке Германии ниже, чем на Западе. До сих пор, хотя сколько лет уже прошло. И только сейчас отменили специальный налог, который помогал жителям Востока, управлялся полностью на инфраструктурные проекты на Востоке Германии. И подобный налог можно, в принципе, ввести даже для тех вот жителей будущей Новой Москвы именно на развитие вот этих присоединенных территорий. Ну и раз уж мы заговорили о Германии, давайте мы сейчас туда перейдем. Берлин – это как раз пример тоже такого места, где Берлин – это совершенно широкая и большая территория, где живет 4 миллиона человек примерно, или 4,5. Он также окружен другими землями, точнее землей Бранденбург. И да, Берлин – достаточно большая территория. Вот можете посмотреть. Она примерно как раз и соответствует вот этой Москве, и может быть чуть меньше, я точно не считал. Но суть в том, что уже сейчас в территорию Берлина входят и большие зеленые районы. Но это не мешает развиваться земле Бранденбург, потому что в отличие от Московской области, в земле Бранденбург есть и другие центры притяжения. Тот же Патсдам, вот он крупный город со своим производством. Потом прямо на границе с Берлином были созданы много рабочих мест, именно куда люди даже из Берлина ездят. В районе аэропорта, например, в районе вот здесь вот Кляйн-Махнов, к югу от Берлина и в других местах. Ну и, конечно же, есть другие города, такие как Котбус, Франкфурт-на-Одере вот здесь вот и так далее. То есть вполне возможно развивать вот этот регион вокруг, который как бы полностью вмещает себя вот этот регион-город. Вот, если только у этого региона, который крупнее, если у него есть другие точки притяжения. Вокруг Берлина такие точки есть, в отличие от Московской области, которая практически полностью ориентирована на саму Москву и полностью зависит от Москвы и все время говорит, что у нее нет денег, потому что все работают при этом в Москве, но ничего толком не делает для создания каких-то альтернативных центров. Поэтому в такой ситуации, когда уже все и так ориентированы на Москву, более разумные, мне кажется, и быстрое решение было бы именно то, что я предложил, а именно большую часть вот уже ориентированных на Москву так и оставить, как часть этой Московии, а вот эти вот точки роста создать в соседних областях, которые скорее депрессивны. И тогда уже не понадобятся нам власти Московской области. И тогда вот здесь вот, если мы наедем сюда и посмотрим, что здесь у нас в Красногорске, вот это все уже не очень-то и будет нам нужно. Вот эти вот здания власти Московской области, которые здесь находятся, все это можно будет уже не использовать, потому что такого региона, как Московская область, больше не останется, останется только регион с условным, опять-таки названием Московия. Все транспортные грехи Московской области, о которых я говорил в своих видео, будут отпущены, их не будет. И станция метро Метажа Микинина вот здесь вот станет частью этой новой Московии. Пишите в комментариях, нравится ли вам такая идея, какие у нее, по вашему мнению, преимущества и недостатки могут быть. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи в эфире.